Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Приветствуем вас снова в эти раннеосенние дни. По-моему, прекрасная совершенно погода, прекрасная атмосфера в городе, потому что город ожил, наполнился людьми, песнями, смыслами, различными мероприятиями. Ну вот, в частности, я в прошедшие выходные впервые за всю новейшую историю с удовольствием поучаствовал в Дне города. Вот, в том числе был очень впечатлен бульваром читателей на Никитском бульваре, где совершенно удивительно по своему как-то человеческому потенциалу собралась публика. Вот, посетил концерт в парке Музеон, где под проливным дождем игралась музыка минималистов, и барокко звучал, и Мартынов там, и Кейдж, и так далее. И, в общем, вы знаете, испытал какой-то прилив гордости за то, что вот мы можем своими силами создать такие удивительные городские ивенты, которые без вот этой вот лужковской пошлости, без всех этих огромных там ростовых фигур и всей этой натужной такой советской символики, можно создать очень вполне доступные, милые, интеллигентные культурные городские вещи. В общем, захотелось жить и работать в Москве. Вы знаете, еще одна вещь, которая происходит в нашем городе в эти дни, продлится до 7 сентября, я думаю, все уже видели афиши, это фестиваль военных оркестров «Спасская башня». И вы знаете, честно говоря, от меня бы вы никогда не дождались анонса этого мероприятия, я не являюсь ни большим поклонником военных оркестров, ни вообще чего-либо военного, и, собственно, есть по этому поводу такое высказывание Климанцо о том, что военная музыка имеет такое же отношение к музыке, как военное правосудие к правосудию. Вот, если мы не одно «но», художественным оформлением, сценическим оформлением всего этого действия занимается никто иной, как Михаил Шемякин. И вот Михаил Шемякин снова, вновь посетил нашу студию с двухлетним перерывом. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Вот, и, собственно, хотелось от этого оттолкнуться, от фестиваля «Спасская башня», как бы, что он Гекубе, что ему Гекуба, что вот вам Красная площадь, что вам Спасская башня. Почему вы принимаете участие вот в этом мероприятии? Ну, не первый год. Да. Во-первых, я хочу сразу зрителей... Слушателей. Слушателей, да. Слушателей... Вернее, я хочу вас исправить и слушателям сказать, что фестиваль будет по восьмое число включительно. А, по восьмое, да. Так что вот, это очень важный момент. Восьмого как раз я тоже буду и обязан быть. Это закрытие. Закрытие, да-да-да. Закрытие. А я принимаю участие уже, наверное, это четвертый год подряд. Раньше я просто-напросто для фестиваля создавал фигурки с заводом Ломоносова, тарелки, которые дарились там, Мирой Матьея, которая принимает участие ежегодно. И даже сказала вот два года тому назад, не пригласите, все равно приеду и буду петь. Вот. Она удивительная женщина. Вот. И плюс ко всему, человек, который организовал это действие, действие, вернее, правильно будет выразиться, тоже удивительный и чрезвычайно и глубоко симпатичный мне. Это комендант Кремля, вот, Сергей Дмитриевич Хлебников. Поэтому мы с ним подружились. Когда он показывал мне Кремль, показывал какие-то потаенные места в архитектуре, в подвалах и прочее, это энтузиаст своего дела, и вот он решил создать такой музыкальный фестиваль, который, в общем-то, не столько фестиваль военных оркестров, сколько очень интересных музыкальных коллективов, включая театральные. Например, вот в прошлом году выступали китайцы, и в этом году, опять же, китайцы привезли спектакль, который называется «Дракон, родившийся в Лотосе». По-моему, так называется этот спектакль. И там нет никаких ни труп, ни фанфар, ни военных. Это просто удивительный спектакль, средневековый, который 200 лет восстанавливали. И вот они танцуют в национальных костюмах, танцуют драконы, играет старинная китайская музыка. А в прошлом году было сражение дракона с императором Ляо Пуниум или Ляо Фуниум, я не помню, но это было очень интересно. Весь спектакль происходил на ходулях. Всадники скакали, значит, вообще на высоченных лошадях, но это все были ходули, никаких коней не было, были чудесные костюмы, была феноменальная старинная музыка, и, конечно, это никакого отношения к военным оркестрам не имеет. Потом, например, украинцы исполняли великолепную музыку Гленн Миллера, танцевали под нее. И итальянцы исполняли вот в этот раз, они привезли с собой классальные отрывки из музыкальных произведений Верди. То есть это совершенно не то, что вот чудится, хотя я, например, полностью не согласен, кто там ляпнул про военные оркестры. Климонсо. Климонсо, вообще. Чтоб он перевернулся. Военный оркестр – это великое дело. Я помню мальчишкой, когда мы бегали по пыльным дорожкам, когда слышали только звуки духового оркестра и бежали, подражая солдатам, пытаясь вместе с ними маршировать босыми ногами. Это так где-то вдохновляло, а наши вот мальчишеские сердца, это так было здорово, это так было... Ну, это было нечто в нашей жизни. Вы помните музыку в Павловске, военный оркестр на вокзале, так сказать, и чеховские какие-то вещи. Безусловно. В этом году сто лет прощания славянке. Прибытие парохода в Ялту. Да, прибытие. Совершенно верно. Поэтому я с удовольствием принимал участие, когда мне предложили в этом году стать главным художником, поскольку это юбилейный год, 212-й, мы соединяем с 812-м, это кампания Наполеона против России, и моя задача была очень сложная и одновременно интересная, потому что я ведь не руковожу парадами. Мне нужно было создать как бы удивительную такую рамку, которая поясняла бы, что находится внутри ее, какая картина, и к чему она посвящена. Поэтому у меня появились всадники, я много чего прочитал, связанное с тем, как церковь воспринимала нападение Наполеона, церковь у нас специфическая, вот, грозная, поэтому всадники Наполеона и конницы были объявлены антихристовым воинством, исчадием ада. Ну, собственно, можно и войной мир вспомнить, как Иер Безухов в имени Наполеона искал зашифрованное число дьявола. Совершенно верно. Поэтому, так сказать, у меня выскакивают всадники ада, такого вообще военной и прочего. Но тут же еще и карнавал, вы же художник карнавала, как вот я вас представляю, представляю, собственно, вся ваша и петербургская, и венецианская тема. Вы это себе представляете? Я работал на площадях и продолжаю работать. Вот вам интересна эта эстетика площади, оформление площади, красной площади, как карнавального пространства? Ну, в общем, очень интересно, хотя очень ответственно и сложно. Вот. Потом, в том, что меня пригласили быть главным художником или работать вот на Красной площади, для меня это где-то мистический момент в моей жизни, потому что в 30-е годы мой отец организовывал соревнования северно-кавказских джигитов и сам принимал участие в этом. Джигитовку на Красной площади? Джигитовка на Красной площади, вот. И выиграл первые призы. Это был один из лучших джигитов, Михаил Карданов. И я, когда мне предложили работать на Красной площади, я подумал, боже мой, что бы подумал и что бы сказал сегодня мой отец, который давно-давно умер, что его сын продолжает вот возиться с лошадями, с попонами, с кавалеристами. А вы сами наездник? Я не очень хороший наездник. Далеко мне до отца, но на лошадях скакал, безусловно. Скачите. Что такое для вас вообще Красная площадь? Ведь такое оно очень непростое. Пространство неочевидное. И вроде как это даже совсем не площадь, да? Это не та, не пьяца Сан-Марко в Венеции, да? Это одна из самых больших площадей мира, как вы знаете. И с другой стороны, это, конечно, для меня, вот, например, как для художника, ну, человека где-то не совсем, может быть, нормального, чувствующего, может быть, не то, что нужно чувствовать. Но это особое какое-то метафизическое пространство. И не скажу, что оно всегда на меня производит радостное впечатление. То есть где-то в определенные моменты ты чувствуешь, что там происходило, что крылось за этими стенами. И время от времени, когда ты переселяешься в параллельные коридоры, то мурашки по коже бегут. Да, у меня тоже странное, знаете, как у Венчики Ерофеева. Все говорят, Кремль, Кремль. Сколько раз проходил, так ни разу не видел. Мне кажется, что вот москвичи как-то не часто ходят на Красную площадь. Какое-то такое странное место, может быть... Да, я один раз признаюсь, меня с классом какие-то, с октябрятами, с пионерами водили в Мавзолей. С тех пор я. Вы в Мавзолее не были? Никогда. Никогда в жизни не был. Не тянешь? Не буду, потому что у меня свои мистические страхи перед этой метафизической куклой. Да, да, там. Скажите, а Кремль? Вот как вы воспринимаете Кремль? Для вас это художественное пространство или пространство власти? Вы знаете, это очень мощное художественное пространство, заселенное призраками власти. Власти прежние, ну и власти воплоти сегодняшние. Поэтому отношение к нему, ну, неоднозначное, понимаете. Если бы вы были мэром Москвы, что бы вы сделали с Кремлем? Что бы вы сделали? Ну, как из Кремля, так сказать. Вы сделали бы музей, сделали бы парк, сделали бы некое художественное пространство, оставили бы там власть. Или ничего бы не трогали, оставили бы как есть. Нет, вы знаете, если бы я был мэром, вы говорите, это довольно фантастическая заявка. Предположение, да. Да, и фантастическое положение. Но мы говорим о каком времени? Если бы я сегодня был мэром, занял место Собянина. Нет, хорошо, скажем так. Скажите, вот Шемякин, скажите нам. Вот Кремль. Что, по-вашему, каким образом можно сделать, оформить московский Кремль? Что из него нужно сделать? Вот по вашему совету поступим. Что бы вы посоветовали? Не знаю, мне сложно сказать. Вы знаете, я даже не знаю, по большому счету, что там внутри происходит. И кто там живет, и чем там занимается. Ну, да. Ну, такое... Ну, не знаю, вот я просто сейчас, почему, откуда это взялось. Я думал о вас и о Спасской башне, о всех этих парадах. Потому что я подумал, что пространство Красной площади и Кремля, несмотря на то, что его делали итальянцы, оно в большей степени азиатское. Да, в этом отношении я с вами полностью согласен. Как Кистин об этом писал. Здесь при потомках Чингисхана Азия, уходя, последний раз обернулась, стопнула ногой, земли вырос Кремль. А вы такой, в моем представлении, очень европейский художник. Вот вы такой абсолютно петербургский для вас. Прямые линии, вот эти вот какие-то классические фасады, вот эти вещи. Так что я вас как-то вот с Кремлем не ассоциирую. Ну, я сам не ассоциируюсь вообще. Но вот получилось так, что я стал продолжать линию отца. И с удовольствием буду, конечно, принимать участие. Потому что я влюблен вот в это действие музыкальное, необычайно интересное и интернациональное. Понимаете? А парад? Вам близка эстетика парада военного? Ну, вы знаете, как сыну военного, который и принимал участие в парадах, вообще это мне близко по воспоминаниям детства. Вот, потом все-таки я вырастал среди военных. И то, что я отказался от карьеры военного, это заставило моего отца, в общем, не разговаривать со мной до конца своих дней. Потому что он считал, что я как бы линию наших предков нарушил, предал. И вообще, по правде говоря, мой отец к интеллигенции относился весьма, если не подозрительно, то презрительно. Он же типичный герой гражданской войны такой, да? Гражданской, да. Сын полка, он уже в 13 лет там шашкой махал. Да, командующий взводом. И в 13 лет он получил первые два ордена Красного Знамени. От комбрига Жукова, который в то время был не маршалом, а всего-навсего комбригом. Потому что мой отец отгрохал две войны, гражданскую и отечественную. Кавалер шести орденов Красного Знамени, что не так мало, как вы догадываетесь. 12 боевых тяжелых ранений, но человек был сложный. И, конечно, у нас с ним возникали разногласия, как и в каждой семье. Все-таки я еще застал, когда мой отец дрался с моим дедом на поминках. Один кричал, что красная сволочь, а отец кричал, белогвардейская гнида. В общем, после второго стакана водки они уже дубасили друг друга и валялись по полу. Так что я еще как бы был свидетельным, когда сталкивались внутри семьи из-за самой идеологии. Все-таки революция разрушила Россию еще. Изнутри здорово взорвало семьи. Брат шел против брата, отец против сыновей. Ну да, у вас гражданская война в рамках одной семьи. Да, у нас так это получилось. А все по мужской линии были военными? Да. По Кавказской абсолютно. Да, по Кавказской, Карда Карданов. Естественно, кто же мы еще могли быть? А это княжеский какой-то род? Ну, это старый род, да. Очень старый, корни уходят очень и очень далеко. Но если вы откроете книгу Карамзина на букву «К», там есть такой князь Кардан, который в каком-то году послал к Ивану Грозному своих сыновей. Вы знаете, что Кабарда первая вошла в состав России. В этом году, по-моему, будем справлять какое-то там 450 или 480 лет вхождения Кабарды в состав российского государства. Вот, поэтому все мы были когда-то карданами, естественно. А потом, милостью императора российского, мы получили приставку «Ов», как и Карл Брюлло получил приставку «Брюллов». И уехал учиться в Рим уже русским художником, Карлом Брюловым. А ваш уже такой трейдмарк, ваш бренд, вот внешний вид, это тоже дань вот этой военной традиции семейной? Вы себя, вот может быть, это какая-то компенсация, то, что вы не стали военным сами? Не стал военным, а стал ходить в сапогах. Да нет, я просто-напросто, я хожу всегда так, как удобно. Кожаное пальто, комиссарское такое. Пальто, это называется плащ пастуха у нас в Америке, то есть это не кожаная. Тричка? Да, это просто против дождя. А, оно не кожаная? А? Оно не кожаная? Нет, нет. А, ну слава богу. Можно это носили нацисты? Слава богу. Нет, нет, я хожу в сапогах, потому что мы 30 лет уже живем вне города, на природе, и когда ты ходишь среди коряк, у нас довольно много змей, вот, поэтому Сара надевает резиновые сапоги, а я всегда топая всюду хожу, в тех сапогах, которые держат ногу. У вас-то где сейчас, это под Парижем? Под Парижем, два часа езды от Парижа. Много-много змей, такая экология хорошая, ведь змей же, где довольно в чистых местах живут. Да, да, мы живем в том месте, где нет туристов и нет заводов и фабрик. Это просто такое нетуристическое место, где когда-то жили кельты. Вот, это часть Британии в свое время было. Так что мы живем там, и я всегда удивляюсь журналистов, которые приезжают ко мне иногда, ну, там, брать какое-то интервью или снимать какой-нибудь фильм, и они говорят, о, и вы здесь так же ходите? Я говорю, а что вы думаете, что я, уезжая в Россию, так сказать, вообще фактически, которая является моей родиной, напяливаю на себя что-то специально. Потом я говорю, что если бы я думал о своем имидже, ну, я как Бруй отрастил бы бакенбарды немыслимые, вот, или как Сальватор Дали отрастил там усы, или, может быть, там, какую-нибудь чуприну завивал, понимаете, все. То есть фантазии у меня хватает, но все, что касается дизайна одежды, я здесь выкладываюсь в театральной деятельности. Ну да, достаточно. Мне достаточно этого. А так это я ношу, почему военные всегда не рвутся карманы, ведь полно же барахла художественная, какие-то ножички там, бритвочки, карандаши, все это вываливается из простого пинжака. А так ты одет, как десантник. Готов. Готов, да. Готов прийти к Мольберту или ворваться на фабрику, где у тебя отливается скульптура. Говоря о вашем происхождении, сейчас мы говорили о роде отцовском, о Кардановых, но вы же родились в Кенигсберге, да, в Калининграде? Нет, я родился вот в этом городе, в котором мы сейчас сидим с вами. А, вы в Москве. Я родился в Москве на Арбате. Ага. Вот. А потом, поскольку мой отец ревнивый кавказец, а мама служила у него в армии, потому что моя мать просидела в селе два с половиной года во время войны, награждена тоже боевыми медалями, она ушла из театра, из кино и влилась в полк отца. Вот. Поэтому, когда она уже готова была родить меня, отец отправил ее под конвоем, с конвоем, вернее, сюда, в Москву, я родился, и тут же обратно, так сказать, мы уехали в армию. То есть я фактически где-то младенцем еще уже топал с солдатами в обозе. Ну, вы какое-то время в детстве прожили, да, в Кенигсберге? Да. Отец мой был календартом. Да, Калининград, это потом Калининград. Но при мне еще, я помню, выселяли немцев. Вот. У меня дед брал Кенигсберг, он рассказывал как раз, как они наступали, и буквально они заходили в дома, где еще стоял теплый кофе. Да. На столах, и как потом он рассказывал, как там солдаты брали скатерти за четыре угла, просто сворачивали узлом, там вся какая была посуда. Все это, они были потрясены, находили эти сложенные стопками белье, все эти шкафы набитые и так далее. Да, я все это как бы, ну, Трофейная история. Ну, застал, да. У нас в нашем саду прятались как раз немецкие девушки, которые уже сумели закрутить романы с нашими солдатами. Вот, потому что мы жили не в самом Кенигсберге. Это надо было суметь? А на окраине. Нет, нет вообще. Ну да. А на вас Кенигсберг оказал какое-то влияние на ваше... Потому что, опять-таки, Гоффман же родом из Кенигсберга. Он там родился, да. Я там уже много лет, так сказать, с одобрением самого Владимира Владимировича Путина, который сказал, я лично буду курировать этот проект, Миша, потому что мы с ним встретились, пересеклись именно на юбилее. Там, правда, было написано 700 с лишним лет Калининграду. Я подумал, какой же вообще мощный был наш Калинин вообще, старец. Мощный старик, да. Сколько он уже прожил вообще лет. И когда я сказал, я говорю, ну, знаете, как-то неудобно. Все-таки есть история Кенигсберга, это старинный город. И писать, что Калининграду сегодня 750 лет, это как-то, ну, во-первых, неумно. На что мне сказали, Кремль так захотел. Вот опять образ Кремля, да. Понимаете, Кремль так захотел. Но, тем не менее, значит, там открывался университет имени Эммануэла Канта, который там жил и там похоронен в Кенигсберге, Калининграде. И мы пересекли с Путиным. Я показал ему эскиз памятника Гоффмана, потому что кроме грязного булыжника, на котором выцарапано, здесь жил и стоял дом великого композитора и сказочника, это Гоффмана. Там больше ничего нет. Вот. И когда я показал, Шрёдер в то время был канцлером, он сказал, что это колоссальный проект, я хочу его поддержать. На что Владимир Владимирович сказал, нет, я его лично поддерживаю сам. Ну и вот при полном поддержании уже где-то 10 лет, уже скульптура готова, это 40 фигур. Вот. Деньги первые были украдены в Министерстве культуры. Вот. И до сих пор, так сказать, несмотря на какие-то бумажки, которые я получаю от Путина. И на высочайшее благословение, 10 лет. Несмотря на высочайшее благословение, так сказать, стоит в моей американской мастерской памятник Гоффману с музой, со щелкунчиком. И все кричат, как это здорово, как это важно политически, понимаете. Вообще, мы всё-таки восстанавливаем память великого композитора и сказочника, и прочее, и прочее. Вообще, прыгал очень много швыдко, и есть такая личность вообще уникальная вообще. Потом Авдеев махал руками, что он не может собрать деньги. Ну, вы знаете, всё-таки страна-то очень бедненькая. Вот, поэтому на памятник собрали. По-моему, кто-то из очередных наших олигархов зато купил очередную яхту и, по-моему, назвал её Эта Гоффман. Это, по-моему, важнее. И, подождите, 40 фигур, вы говорите? Да. Это такая многофигурная... Это герой Гоффмана? Это герой Гоффмана. Гоффман, Муза и его герои. Ну, фигуры не все громадные, потому что сам Гоффман – это где-то двухметровый. Муза стоит, Юлия ему вообще с крыльями. А остальные – ну, некоторые фигуры уровня маленького чайника. А крошка Цахес там есть? Там есть крошка Цахес, конечно. Михаил, может, здесь проблема, вы знаете? Вот была проблема с крошкой Цахесом, в частности, когда была программа «Куклы», и был такой известный сюжет про крошку Цахеса с такими очень серьёзными политическими коннотациями. А после этого программу не взлюбили, закрыли, и, так сказать, есть персональный зуб на Шандеровича. Вот, может быть, в Цахесе проблема. Я, кстати, это вы первые, кто спросили. А у меня зарубают этот проект, даже не спрашивая. Так что... А вы глубже искать. Учитывая, вот, я не знаю, сейчас, калининградские, петербургские, кабардинские корни, что вы считаете своей родиной? И сейчас ваше жильё между Америкой и Францией? Ну, между, я бы сказал, сегодня это уже между Францией и Россией. Между Францией и Россией. Да, потому что в Америке я бываю очень редко, потому что все мои животные переехали уже во Францию. Сколько их? Ну, у нас 8 котов, 8 собак, всё разные породы. И они очень, конечно, мучились, когда мы уезжали там на месяц, на два, на три. Вы знаете, здесь всё-таки Франция, как говорится, под боком. Раз, два полетел туда или из Франции полетел в Петербург. Но если вы спрашиваете, что для меня является моей родиной, то я бы сказал, есть такой мистический город Петербург. Вот это и есть моя духовная родина. А если говорить о том, где я себя так же, как в Петербурге, чувствую дома, нигде так, как в горах. Вот когда я первый раз попал в горы. Где? На Эльбрус. На Эльбрус, да? Да, попал вот в ущелье, многие, куда мои братья, моя семья возили. Вы знаете, у меня было ощущение и было желание иногда вот просто не двигаться с этих мест. Это видно уже генетика какая-то. А у вас там есть какие-нибудь родовые места, село, родовые башни? Ну, конечно, и башни есть. И башни есть, да? Ну, конечно, безусловно. Все-все-все это. Все есть. Это большой род, да? Да, большой род. Сотни родственников, наверное. Да, да, да. И связан, конечно, еще и с Осетией. Я вот сейчас как раз работаю над тем, чтобы нашу осетинскую часть Кардановых соединить с кабардинцами. Потому что, в принципе, это когда-то был очень большой род и где-то, так сказать, вообще разъехались. Но, в принципе, мы все одна большая семья. Но вы не получали обратно российское гражданство? Нет, я не получал российского гражданства. Вы знаете, что я был в 1971 году арестован и выслан. И у меня единственное, я не брал никаких других паспортов, отказался от французского паспорта. У меня только американский паспорт, который мне дает возможность, ну, во-первых, путешествовать по всем странам и не выставить в очередях. Потому что, отказавшись от французского паспорта, я пережил долгие годы унижений с Нансеновским паспортом «Человек без Родины». Они до сих пор существуют, Нансеновские паспорта? Они существуют до сих пор, но я с ним жил долгие-долгие годы. Кто их выдает, ООН? Нет, их выдает, по-моему, я получал в мэрии, в отделе, так сказать, для эмигрантов. Тогда, по-моему, во времена Нансена их Лига наций давала, по-моему, да. Да, ну, все это соединено на одной площади у нас, но это унизительно, конечно, потому что когда для того, чтобы вам выехать куда-то, вы должны мало того отстоять вообще, с вами разговаривать с человеком третьего сорта, плюс ко всему вы должны собрать бумажки, чтобы у вас есть деньги на отель, чтобы вы купили обратно билет. А когда ты приезжаешь в ту страну, в которую тебе удалось получить визу, ты стоишь в последнем и долго, так сказать, вообще рассматривают тебя и твою эту жалкую бумажку, потому что люди не понимают многие, что это за паспорт Нансеновский. Ну, для вас, кстати, это принципиальная позиция, что вы не хотите получать российское гражданство? Вы знаете... Ведь, наверное, Ельцин предлагал еще, когда вы... Нет, Ельцин мне ничего не предлагал вообще, мне особо не предлагалось, мне предлагал однажды Авдеев, но я сказал, что... Я считаю, что на сегодняшний день, и мне это было сказано на встрече, вот когда мы были с Бушем, и был Путин, и мне было сказано, что самим Владимир Владимирович, я знаю, что ты американский поддан, но всю жизнь ты служишь России, так, как не служат многие. Вот, поэтому сиди спокойно и не ломай себе голову. Потому что, вы знаете, если бы я взял, допустим, российское гражданство, я и сегодня плачу налоги в России, частично, когда я что-то зарабатываю здесь в театре, я плачу налоги во Франции, где я живу, и я плачу налоги в Америке. Вот, а если, допустим, я бы взял русское гражданство, во-первых, я в любом плане, так сказать, не брал бы это гражданство по той причине, поскольку я еще не считаю, что это демократически сложившаяся страна. То есть, единственная трагедия сегодня вот моей родины, это то, что закон писан не для всех, и вы это все прекрасно знаете, и я вижу, что сегодня творится с русским народом, и, конечно, будучи истинным патриотом, я служил, служу России, буду служить. Вот, но я считаю, что, живя во Франции, занимаясь образованием, приезжая в программы, я гораздо больше делаю, чем те люди, которые, допустим, там накупили себе вилл на Лазурном берегу, грибут отсюда деньги, так сказать, вообще, или качают насосами, и ничего не делают для России. Патриотизм и власть. В какой степени, вот, скажем, ваше нынешнее отношение к России, к тем всем бедам и напастям, которые у нас здесь происходят, связано, скажем, с сотрудничеством с властью? Насколько для вас это... Ну, у меня нет висотрудничества с властью. Какое у меня сотрудничество? То, что я принимаю участие в фестивале «Спаская башня»? Я не про вас, я, в принципе, говорю про вот такую вот позицию. Ну, вы знаете, сегодня все переплелось, ведь уголовщина переплелась с властью, интеллигенция так же мягко, так сказать, вошла и курирует между ними, так сказать, еще кто-то поет за большие деньги блатным ребятам, верно, вообще зарабатывают на этом бешеные деньги, строят там замки или еще что-то и прочее. Ну, для меня это довольно омерзительное состояние сегодняшней России, но надо верить, надо быть оптимистом, а иначе просто намылить веревку и в петлю. А это людям нашего поколения не свойственно. Мы все-таки вырастали в очень тяжелых, жестких условиях. Вот. Многое, конечно, ужасает, но многое и радует, потому что все-таки, если говорить о той свободе, которую сегодня имеет российский человек, она вот в наше время нам не снилась. Вы можете сегодня купить путевку, выехать за границу. А я никогда не забуду, когда меня пригласили поляки, художники, вот, и я пошел с этим письмом, мне сказали, парень, даже и не думай вообще, ты будешь два года собирать документы, но никогда, ты, белобилетник, вышедший из сумасшедшего дома, ты никогда никуда не выйдешь, тем более, что ты вырос за границей. Вот. Потом я захожу в магазин книг, да, я вижу Хайдега, Киркегора вообще там, я вижу те книги, которые у нас ходили в сам издате, за которые сегодня, если бы я, допустим, появился с ними, то, что продается в магазине, я бы семь лет получил совершенно спокойно. Ну, вы знаете, мне кажется, что патриотизм вашего поколения, он гораздо более зрелый и критический, чем, скажем, то, что сейчас проходит под именем патриотизма у нас. Ну, сейчас ведь крикуны, они были и в наше время, так сказать, мы, наоборот, считались антипатриотами, а в душе, конечно, мы понимали, что такое ценность российской культуры, а вот сегодня, когда она растаптывается просто безобразно, когда разрушаются великие архитектурные памятники, например, то, что делается сегодня с Петербургом, это же преступление. Недаром Даниил Гранин недавно сказал, что фашисты столько не нанесли, так сказать, бед этому городу, сколько нанесли новые русские. Ведь, понимаете, это, ну, какая ситуация на сегодняшний день для меня, если жестко говорить, раб сорвался с цепи. Понимаете, 70 лет он сидел на цепи и сегодня сорвался. И вот они в какой-то необузданной такой иступленной ярости жуют, хватают, гребут. И какая здесь родина, какая здесь культура, какие здесь памятники архитектуры. Это необразованная сволочь, которая, так сказать, просто губит Россию. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Башня Газпрома, кажется, все-таки будет, охтоцентр. Но это же еще очередная позорная страница в российской истории. В истории русского характера, если так можно говорить. Понимаете? Потому что ведь 70 лет подряд мы генетически истребляли сами себя. И сегодня, когда вот люди говорят, что происходит, что происходит, я говорю, происходит то, что и должно происходить. Потому что мы 70 лет готовили этого монстра. И вот меня удивляет, например, не то, что там происходят какие-то страшные вещи. Это понятно. Это производные от этого нового монстра, который сорвался с цепи. А вот то, что по площади марширует Зюганов. То, что он кричит, что он снова даст народу счастье. И стоят толпы людей, среди которых много молодежи, которые кричат, машут кулаками и все. Вот здесь это уже какое-то беспамятство. Зюганов же теперь православный. Последнее, что он как раз про Мавзолей Ленина говорил, что как бы пребывание Ленина в Мавзолее согласуется со всякими христианскими канонами. Но не согласуется с самим Лениным. Ведь вы помните, что Ленин говорил о священниках и как Ленин преследовал церковь. Я говорю об абсурде нынешней ситуации. Да, это и есть абсурд. А Зюгановский. Ну почему же никто не подойдет к нему и скажет, слушай, ты харя вообще. Вы же недавно совершенно имели всю власть в руках. Вы издевались над народом. Вы сидели, вы разъезжали, вы управляли. Ну почему же вы были такими поганцами, что когда в одну ночь банда пьяных мужиков решила развалить Советский Союз, никто ведь утром не вышел с флагами, никто же не рыдал, люди по-прежнему пошли на работу. Значит, какова же ваша была система и ваша власть, что никто за вас не вступился. Продолжим наш разговор после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня с художником Михаилом Шемякиным. Говорим о патриотизме, об иммиграции, о том, где чувство Родины острее. Здесь, на большой Родине России, на малой Родине, которой для Михаила Шемякина является Кабарда, на художественной Родине, собственно, духовной, которой для него является Петербург, или где-то еще. Михаил, вот я хотел поговорить об иммиграции. Вы знаете, мне кажется, это одна из редких стран, вообще другой такой страны не знаю, где есть такой потрясающий аргумент «не нравится вали», где вот патриотизм сочетается с необходимостью, императивом пребывания на Родине. Вам случалось встречаться вот с этим «не нравится вали» с этим аргументом? Тогда еще, до 71-го года, до высылки. Ну, вы знаете, если бы такое бы говорилось, я думаю, с такой радостью мы бы валили вообще, знаете. Вот, нет, вы же, если вспомните Олега Саханевича. Ну да, еще не высылали тогда. Люди бросались в воду, плыли, их расстреливали, они переходили границу. То есть, желание уйти из этого вот коммунистического рая у многих людей, особенно там интеллектуалов, было громадное. Мы, в принципе, ведь и были внутренними иммигрантами. То есть, я никак не мог принимать то, что творится, вот это лизоблюдство, это издевательство над человеческой личностью. Поэтому мы уходили в себя, мы жили в подполье. Мы фактически люди подполья, о котором писал когда-то Достоевский. Но при этом вы оставались патриотами, по крайней мере, многие. Мы были всегда преданы России. Ну, как можно предать Пушкина? Как можно предать, так сказать, вообще Суворова, Бородино, Ахматова и прочее? Это и есть Россия, верно? Ну, мне кажется, что вот в России очень часто вообще так получалось, что иммиграция становилась национальной идеей, да? Человек мог полностью реализовать себя в, ну, я не знаю, Герцен. Состоялся ли бы Герцен, если бы не было иммиграции? То есть, скажем, для вашего поколения, для многих, иммиграция сделала возможной творческую самореализацию. Вот я хотел поговорить о вашем поколении и о тех, кто, так сказать, вот это вот не нравится Вали, то, что было сказано Бродскому, то, что было сказано вам. Нет, не было сказано. Бродский был так же, как я. Через два месяца после меня был выслан Бродский. Ну, фактически, по факту, это люди были высланы. То есть, используя ту же аргументацию, которую сейчас, скажем, могут использовать какие-нибудь такие ура-патриоты. Я не думаю, это было гораздо сложнее. Во-первых, это была программа КГБ определенного отдела, потому что, когда я был арестован, то я был вызван в кабинет к человеку, который занимался, ну, скажем, моим изгнанием, отъездом. Вот. Но изгнание само оформлялось при помощи сожженного паспорта, уничтожения документов о том, что у меня дочь, о том, что я разведен. То есть, я уезжал чистым, неженатым никогда, так сказать, вообще без ребенка, без ничего. И когда я спросил полковника, вернее, Попова, который занимался моим изгнанием, почему, он мне сказал, что, вы знаете, тогда я впервые стал Михаилом Михайловичем. У меня было 27 лет, ну, куда там вообще, знаете, там, в 40 лет орали, знаешь, парень там могли там по матушке послать. Он сказал, Михаил Михайлович, свои хуже врагов. И когда я видел, когда он сжигает спичкой часть моего паспорта, там, прочее, я сказал, а зачем, ведь вы же, как говорится, ну, космосом управляете, там, планетами, и все, знаете, всемогущее КГБ. Он сказал, свои хуже врагов. У нас три отдела идеологических. Может быть, даже было больше. Он сказал, вот отдел, один отдел у нас считает, что вас нужно посадить в психушку снова и держать всю жизнь. А вы знаете, что это такое? Я был арестован, посажен на три года. Меня мать, как инвалида, взяла на поруки полгода спустя, видя, что со мной делают врачи. Потому что два года вы уже превращались в овощ. Вот. Другой отдел считает, что вас нужно держать все время в этой коммунальной квартире, где у вас собираются поэты, писатели, художники. За вами очень легко наблюдать и следить. Таким образом, мне Попов дал понять, что в нашу компанию, в наш тесный круг внедрён просто обыкновенный стукач, который, наверное, кто-то, кто-то, может быть, поэт, может, художник. Это мы должны были сами выяснить. А вот наш отдел считает, что вы очень талантливый человек, и вы должны попытать свои силы на Западе. Потому что в любом плане союз художников жить вам не даст. Мы вынуждены будем вас или арестовать, посадить, или отправить снова в сумасшедший дом. Ваши коллеги не дадут вам жить. И в этих обстоятельствах, собственно, Запад вам дал гораздо большие возможности для самореализации, чем было возможно в СССР на тот момент. Ну, мне сказал, как изгоняющий меня полковник, он сказал, что вам будет очень сложно, потому что мне запретили взять с собой ни одного рисунка, ничего, за исключением пластиковой сумки, где лежали какие-то там вещи для натюрморта и прочее. Даже чемодана маленькая. Это было условие. Нельзя было попрощаться с матерью и отцом, ни с кем мы знакомы. Это тоже условие изгнания. И мне дали 50 долларов для того, чтобы я начинал свой бизнес на Западе. И он сказал, что вам будет сложно, но мы все-таки надеемся и верим, что, может быть, Россия будет другой, и мы бы хотели, чтобы вы в нее вернулись не на счете, а со счетом. Это было сказано тогда в 71-м году? Это было сказано в ГГБ в 71-м году. Мы надеемся, что Россия будет другой? Да, это мне было сказано полковником КГБ. Правда, в то время он представился Смирновым. Вот недавно, когда меня пригласили генералы на чай в КГБ и подарили мне барометр с надписью гениальному Шемякину от сотрудников. Ну и там они перечисляют, кем они были. Там ГРУ сначала, ЧК и прочее. А сейчас это ФСБ. Я попил чай. Спросил, а почему у вас те же самые стены, почему те же самые неотреставрированные полы? Я помню, как я шагал по этим кабинетам на допросы. Они сказали мне, Михаил Михайлович, ищем спонсора на ремонт. А почему барометр? В чем символика? Это нужно их спросить, но символично. Что может быть вы барометр в состоянии, не знаю, русской культуры? Ну вот он у меня висит, как одна из таких уникальных частей моей жизненной коллекции. Потому что я думаю, что если бы кому-то из тех людей, которые меня в свое время трясли за шиворот и кричали, что таким не место в нашем светлом будущем. Кстати, наше искусство, ваша любимая искусствоведка Катя Дегать, тоже самое недавно, так сказать, в какой-то газете сказала, что Шемякина мы в светлое будущее искусства не берем. Я подумал, боже мой, я же это слышал вообще на допросе в КГБ. Меня тряс один, в общем, рассверепевший какой-то там майор, за шиворот буквально, и говорил, таких гадов, как ты, мы не пустим в светлое будущее. Ну, Харина Дегать, да, она, так сказать, известна своим пристрастием к радикальным высказываниям. Да, так что, я думаю, она вообще совпадает. Относительно других иммигрантов, вот кому так же эта ситуация помогла? С Бродским ведь то же самое произошло. Фактически ему дали состояться как большому глобальному поэту. Да, безусловно. За счет иммиграции. Ну, вот эта боль, вы понимаете, все-таки мы пережили очень сложные моменты в нашей жизни, потому что нас ведь выгоняли навсегда. Конечно, я помнил вот эти слова, когда-нибудь Россия изменится на счете не со счетом, поэтому постарайтесь меньше выступать, и все, мне было сказано. Но вот когда мы слышали, допустим, там, проходило пять лет, десять лет, да, ты понимал, у меня умер отец, заслуженный человек. Так, вот, думать о том, что я приеду на его похорон, даже не приходилось. То есть мы были изгнаны навсегда. Поэтому, когда мы слушали Вертинского, еще виниловые пластинки, там, принесла случайная молва, милые забытые слова, летний сад, фонтанка и неба, конечно, сопли были, так сказать, вообще ниже пупа, тут еще и водка помогала, вы понимаете, вообще, иммигрантские рестораны, там, «Царевич», «Шахеризада», «Старый цыганик». Еще я застал Яровских цыган, вот, Володю Полякову, я работал с ним, сделал его пластинку. В Париже, да. Я приехал туда, зная, слышал где-то на сорокопятке голоса двух гениальных певцов, Поляков и Алеша Дмитриевича. Мы подружились с ними, и первое, что я им сказал, ну, ребята, одному было уже под 90, второй в возрасте, я говорю, нужно сделать пластинки. И вот два года я делал одну пластинку Полякова, он был старше, а потом я сделал пластинку Алеши Дмитриевича. Сегодня я захожу в магазин, вижу здесь эти пластинки уже изданные в СИДИ, вот, и там написано о фирме, там, АААО, которые принадлежат все эти права, будем преследовать любого, кто, так сказать, вообще попытается, значит, сделать копию и все, а пластинки-то мои. Это ваши записи. И даже фотографии этих цыган тоже мои, но там даже не упоминается мое имя. Когда я обратился к адвокатам, они сказали, ну, знаете, сегодня защита авторских прав, это очень сложно, вы для начала можете нам дать вообще там 10 тысяч евро, мы будем начинать это дело, но на успех не рассчитываете. Ну, ладно, я самое главное рад, что я оставил эти голоса для России, так же, как 7 пластинок Высоцкого. Которые сегодня уродуют какая-то безобразная криминальная кампания музыкальная, они вынимают голос Высоцкого, вот, с разрешения Никиты Высоцкого, и делают пластинки, которые называются Высоцкий в новом музыкальном оформлении. А там уже балалайки, крики, Володя, давай, 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 и люди мне звонят и говорят, как вы могли допустить такое надругательство над вашей работой с Высоцким? Ремиксы такие. Я говорю, а что я могу поделать? Я сделал, Володя пел, у нас чистые записи, самые лучшие, я работал 6 лет, я специально купил лучшую аппаратуру, прошел курсы, ну, таких любителей звукооператоров, мы сделали, это оставили, а сегодня это уродуются, что я могу поделать? Плакать? Говоря об иммиграции, Высоцкий никогда не смог бы стать иммигрантом? Нет, и он это понимал. Вы знаете, на примере Галича, которого я очень любил, мы дружили с Сашей, вот, но вот это страшное его кусок, он быстро очень ушел из жизни, это, конечно, никакое КГБ, никто его за ним не охотился, просто безграмотность. Потому что он купил аппаратуру, мы хотели с ним сделать пластинку, но мастер-тейп он решил делать сам, у себя дома. Жена ушла в магазин, он стал возиться с аппаратурой, ничего не понимая, что куда включать, ну, знаете, так по-русски, включим сюда. И, в общем, сделал так, что замкнул где-то эту аппаратуру, когда он к ней прикоснулся, все его убило током, то есть его било, и он не мог, и когда жена прибежала из магазина, видел, что он уже бьется в судорогах, но уже кровь, видно, разложилась на составные, и Саша умер. Но дело даже не в этом, дело в том, что я помню первый концерт Галича, он приехал, волна славы, Александр Галич, Салплиел был набит, вот, во Франции. Эмиграция? Старая эмиграция, которая еще была первая, потом вторая, значит, вообще послевоенная, ну, и нас несколько, так сказать, представителей третьей волны, но нас была горстка, там, по пальцам можно было пересчитать, вот, Саша запел, он пел те песни на том языке, который абсолютно был непонятен первой волне. Вот я помню мою встречу с замечательным художником Алексеевым, учеником Судейкина, вот сейчас его была выставка, это замечательный аниматор, создатель вот этого игольчатого экрана, и он меня постоянно повторял, так такой, знаете, сидел человек с аристократической внешностью и говорил, голубчик, у нас так не говорили, то есть я, который, ну, неплохо, в общем, говорю по-русски, но я себя чувствовал таким, знаете, крестьянином из провинции, потому что действительно мы говорили уже в то время совершенно на другом языке. И когда Галич еще стал петь еще о дерьме, там, о том, знаете, у него есть такие песни, пожилые дамы, которые когда-то танцевали на балу с государем-императором, или с шалью подаренной вообще, они демонстративно стали выходить из зала. Второй концерт Галича прошел при половине, а третий, когда я пришел, там почти было пусто. Начались такие жалкие гастроли, там, Израиль, но в то время и народу-то не так много прибыло нового, и он начал затухать и понял, что он совершил большую ошибку. А Володя Высоцкий после того, когда он съездил в Америку, там, встретился с Рудольфом Нуримом, который его очаровал именно своей мужественностью, несмотря на, как бы, как это называется, неправильную ориентацию или прочее вообще все, Рудольф вообще был уникальным. Альтернативную, да, да, альтернативную вообще все. Но это был, знаете, такой человек-глыба такой, жутко суровый, драчун вообще, матюжник вообще, гениальный вообще, гениальный Нурим, я его тоже знал. И вот Володька мне как раз говорил и даже написал, нам нужно жить в Америке. Я еще в то время жил в Париже. Это страна, динамики и все. Ну, конечно, когда мы с ним уже говорили, он понимал, ну, а что без языка вы можете сделать, понимаете? У него же основной это язык, его и все. Он понимал, что он споет несколько раз, как он мне сказал, ну, что, мне в кабаке, что ли, кончать? Да, вот я тоже хотел сказать, что, как бы, это разные языки, на котором ты говоришь со своей аудиторией. Абсолютно. Абсолютно. А кто смог преодолеть? Вот я вижу, Бродский смог преодолеть этот языковой барьер. Вы смогли преодолеть? Ну, Барышников, Наталья Макарова. Стать своим в глобальном таком. Ну, вот он Барышников стал глобально своим. Знаете, он, например, когда он стал главным руководителем балета в Метрополитене, вообще, Мишка такой сноп, он когда-то жил у меня. Но когда ему Лена Чернышева, его же тренер по, или как это, балерина, которая следила за его постановкой у стенки, у работы каждый день и все, она сама была блестящая балерина, одна из лучших, как бы, вот, репетиторов. Репетитор, да. Да. И Лена сказала, говорит, слушай, ты решил сейчас ставить щелкунчика. Говорит, ну так пригласи Мишку Шемякина, это же будет дуэт вообще. Русских я не буду приглашать, сказал Барышников. Не так поймут меня американцы. И поэтому, когда туда попал Саша Годунов, он его просто выдавил, понимаете. Ну, во-первых, разница. Миша Барышников гениальный танцор, но не менее гениальный этот Годунов, Саша, с которым мы тоже дружили. Но Саша метр где-то девяносто, а Барышников метр пятьдесят с кепкой. Понимаете, все, пат и паташонок. Ну, и не получилось у них. Как это вот я помню стихотворение Бродского насчет того, где выйдет приземлица, земля везде тверда, рекомендуя США. Про вот этот вот прыжок Годунова. Бродский тоже, да, вписался абсолютно спокойно в глобальный контекст, стал поэтом-лауреатом. Ну, у него очень была умная карьера, потому что его встречал, по-моему, я забыл, кто из больших поэтов западно-англичанин. Оден. Оден. Оден, который, как пишет сам Бродский, он ему помог правильно начать первые шаги. То есть, с кем можно встречаться, кому можно давать. Потому что, вы знаете, Америка ведь очень сложная страна. Там есть так называемый американский комплекс. Вот, допустим, если француз, он покупает то, что он хочет. Он болтает то, что ему в голову придет. Американец этого не сделает, понимаете? Потому что американцы, как бы, считаются юной нацией. Вот, хотя, в принципе, они все выходцы из Европы. Вот, поэтому здесь существует очень такое, при прозрачности общества существует колоссальная... Классовая многоступенчатость. То есть, в смысле, все прозрачно. Но пробиться или перешагнуть, это очень сложно. Литераторам это не удалось. До Влатова это не получилось. Нет, вы знаете, у До Влатова очень получалось. Вписаться там? Да, он начинал печататься в крупнейших издательствах, но, к сожалению, вот так много пил, и рано же жизнь оборвалась. Все, но он уже шел по нужной линии. Очень неплохо приняли моего друга, с которым мы дружим много лет. Это Юра Мамлеева в Америке. Его шатуны были приняты на ура, насколько я помню. Но это, опять же, элитарное очень все. Понимаете, вообще поэты и писатели очень мало зарабатывают в Америке. К сожалению, время неумолимое смотрю я на секундомер перед моими глазами. Незаметно у нас с вами пролетел час этого разговора. Я и, думаю, слушатели наши слушали бы и слушали вас. Но будем надеяться, что будет в следующий раз, в следующей встрече. Я хочу поблагодарить вас за этот рассказ, за этот разговор. Михаил Шемякин, патриот и эмигрант, кабардинский наездник и русский художник. Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Это была программа «Археология». За пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Турбовская, археолог Сергей Медведев. Слушайте музыку «Финам-ФМ».